ну здравствуйте сейчас вот передней части автомобиля подходим и типа дарт вейдер да kia soul 3 поколения на самом деле мне кажется что больше похож по моему на робокопа если помнят люди такой фильм из нашего детства прикольная оптика это как всегда у нас топчик стоит то ли 10 700 или 11 700 до дороговасто сейчас скажу нет пардон 11 700 но базовый соло идет 9 300 это мотор 1 6 здесь двухлитровые без альтернативный передний привод и тогда получается что ну конкуренты вот даже сложно сказать потому что он реально такой модник ну там я не знаю допустим крето переднеприводная captur переднеприводные там не за джук уже не продают но ну как то вот не знаю сложно подобрать конкурента машина довольно таки нишевая но прикольно я помню то что первый раз когда я поездил на втором поколении это было представлять в чили в столице чили сантьяго 2013 году и я тогда просто это было второе поколение презентации второго поколения просто офигел тогда сколько опций в этом автомобиле ты едешь значит ну тогда тачка стоила реально дешево ты едешь в тачке довольно таки массового сегмента и такой хоба у тебя с вентилируемые сидения есть где такой что здесь правда сейчас нет вентилируемых сидений и до нашего рынка ну пока недоступна версия 1.6 турбомотором и с роботом с коробкой на мокрых сцеплениях там 200 сил на секундочку там сзади такой двойной четенький выхлоп нам доступна 1.6 123 силы и 150 сил на двухлитровом моторе собственно говоря вот он стоит я понял то что тема за оптику всегда людям интересно поэтому давайте сейчас помигаем поморгаем все расскажем и так работаем на габаритах работают поворотнички причем насколько я помню поворотники здесь во первых на зеркалах есть во вторых здесь они все-таки диодные секции но это очень круто потому что сзади все-таки лампочка так сейчас проверим до сзади это галоген так теперь давай попробуем влупить туманочки вот туманочки тоже четенькие я ездил и днем и ночью и реально очень хороший свет вот все будут говорить то что вообще есть версии которые попроще то будет галоген то машина ругается что ключ у меня вот здесь вот будут идти только дрл и вот здесь будет такая линза на галогене и вот здесь будет туманочка представляете тоже был галогеновая будет в топовой версии конечно у нас туманки здесь и вот говорят же то что типа плохо да когда вот здесь у тебя свет вот чем ниже расположен тем больше он загрязняется нет вот тупого версия здесь все четенько потому что стреляет она вот этими диодами сейчас посмотрим как там обстоит дело с дальним ну ты видишь а вообще хотелось бы спросить наверно у ребят профильных допустим у компании headlamp вот вот эта тема она никак пока не играет хочется чтобы ну типа как на таусе что ли было да то есть можно ли приехать потому что смотри здесь проложить вот сюда это вот как бы пластик но сюда проложить диодную ленту и будет гореть и если попасть в цвет с основным дрл он то будет очень четенько мне кажется будет прям ну просто крутяк поэтому первый тюнинг который следует провести если вы хотите что было модно второй тюнинг это конечно же шумить надо тачку потому что там есть вопрос об этом попозже 18 колеса в базе 16 есть 17 здесь очень хорошие машины стоит континенталь викинг контакт седьмой уже их испытал в горах нормаль держит что ну к сожалению вот машину чуть сполоснули приехали опять она грязная потому что такая погода стоит мокрый асфальт у нас сейчас на копчегайке вот здесь вот конечно смотри специально тоже не очищал здесь остается грязь мы соответственно когда ты залазишь там вообще марать сморать электропривод сидений поясничный упор кстати у пассажира переднего то есть у тебя сегодня тоже будет электропривод но без регулировки поясницы 364 у багажника это довольно таки немного сюда стоит углубиться и рассказать о том что вот этот вот пол я могу поставить чуть выше то есть вот так вот но я в самое нижнее положение потому что в эти дни сегодня много чего привозили и багажничек маленький да когда он все так стоит так хоть как-то владицу потом сама по себе шторка там кстати да каточка стоит у нас где 12 вольт но один плафон и шторка поцарик она удобно ты вот так вот достал что-то вот оттуда до россии хоп то есть хорошей шеи если не нужно а чаще всего если соберетесь куда-то ехать и хоть что-то хотите положить то ее конечно вытаскивать и фальшпол тоже вытаскиваете прям на запаску сумки складывать потому что ну хоть больше вместо будет чуть-чуть потому что это все-таки компактный автомобиль ручка здесь помнится в предыдущем поколении было просто углубление ты вот так закрывал сейчас такая четенькая ручка пацаны учатся молодцы здесь у нас туманочка вот здесь вот будет стоп сигнальчик дополнительный по моему покажи людям что я то не увижу и насколько я помню лампочки и у поворотников и у заднего хода камеру кстати перенесли она помните была вот такой пипкой вот здесь вот где-то даже вот здесь вот ну и вот посмотрите да вот мы помыли машину едем по копчегайки ну сколько километров 20 проехали смотри уже сзади все грязно поэтому я считаю что камеру перенесли сюда это благо и кстати с нее можно будет сейчас наверное защитную наклеечку то снять любите на вот эти видосы все когда снимают пакетики асмр пакетиков ну вот как-то нравится конечно в такую погоду по вам всего райс так давай наверное сядем суды замерим давай кстати вообще честно вот вот этот бантик или там фары бумеранги фонари бумеранги но мне не очень нравится перед на такой жесткий вот прям вот это вот линза вот это дарт вейдер или рыбакопа сзади вот этот вот какой-то бантик вот не знаю тут вкусовщина конечно но давай сейчас еще померяем быстренько по ширине шириной еще скажу вроде погода блин плюсовая отчета пробирает мой быстрее бы машину сесть так по картам дверей стрел 1389 данные можете сравнить с огромным количеством автомобилей который мы протестировали уже был больше 40 или больше 50 хотя начали только феврале прошлого года и там все данные по сравнению ты багажники и ширина салона и очень много динфы сравните там разгон и потому что мы сейчас разгонять будем ну и давай наверное поближе а я сяду так ступни все окей хоть сапогах твердый пластик здесь не люблю это решение здесь есть у нас кармашек здесь тоже твердый пасек не люблю два подстаканника у нас подлокотник центральный двухрежимный тебе будет видно до двухрежимный подогрев дивана причем здесь супер интеллектуальный а потом если время будет об этом расскажу на самом деле ничего особенного он да сейчас расскажу просто греет и в какой-то промежуток времени когда он выходит на максимум он потом начинает чуть-чуть слабее чуть слабее это типа интеллектуальный подогрев сидений но не знаю смотри подсвечивается и избиха хорошо это так чего нас окнами почему она заблокирована окна что ли ну-ка заподлицо убирается это ништяк автоматического режима нету вот эти штучки мне очень нравится и спереди это конечно играет особую роль тоже об этом расскажу бардачок кстати по моему даже стал меньше по зеркалам тоже есть вопрос можно было их вот в вертикаль чуть-чуть развести побольше чуть-чуть маловато электропривод у тебя есть на всякий случай сообщаю что шумомер у нас здесь использую его не стесняйся ну и прошу садиться оба да если вы заметили у нас бетональный кузов сейчас не надо выходить красный кузов черная крыша есть вариации по цветам по бетона лачка и в некоторых комплектациях внимательно смотрите по моему в стайле нету рейлингов вот в топовое есть потом до стайла есть комплектация в которой есть рейлинги поэтому если собираетесь что-то наверху возить то сразу присматривайтесь в конфигураторе что вот в некоторых комплекту хах причем стояла на тоже как бы не дешевая просто из-за своего дизайнерского там подхода ну нету рейлингов то есть важный момент кстати как хлопается до заметили бесключевой доступ есть у нас по передним дверям по задним нет электропривода багажника не предусмотрено ну что так что сразу хочется сказать что площадка для отдыха левой ноги мясистая удобная прям в тему слушай мы забыли сказать вообще просторно ли здесь ну офигеть у меня смотри меня 10 сантиметров остается кстати спинка нерегулировая могли бы регулируем и сделать так плафончик у нас стоит здесь микролифт ну я скажу то что по высоте там по моему тоже до десятка это вот так вот офигеть маленький а просторный на задних сиденьях и для данного класса автомобилей ну я вам скажу то что есть проблема у многих на даже если там проблем нету то здесь просто дофига пространство то есть человек ну я думаю 190 разместиться здесь без проблем едем дальше вообще философия такая я пост сделал типа не хочешь покупать более дорогой спорта или ждешь новый спорта который у нас появится для него на колесной базы все дела весной будет селтас бывает с полным приводом но типа по городу не нужен тебе полный привод если ты берешь для города и такой почему бы нет и ты такой вроде модный пацан девчонка и ты вроде 50000 плюс подписчиков тик токи у тебя и типа твоя тачка тут есть такая контурная подсветка мы сейчас все еще увидим нет ни хрена я не видя короче где бы найти нам этот может за грузовик стать или не поможет короче не будем ждать ночи вот здесь вот так светится все это очень красиво называется могут лэм и вот здесь вот такая полосочка идет куб контурная подсветочка и ты можешь выбирать как она будет долбить то есть какими цветами с какой динамикой это очень круто но блин опять же вот у корейца вот вот лучше мне вот это подсветите да вот блок управления зеркалами они этот мудлайт мудлайт мудлэмп ну короче что то такое мудовая так что смотри мы выбираем тут короче вечеринка хип-хоп блин может получится вот смотри короче в ночи это очень прикольная тема и она вроде там как-то даже насколько я помню что в зависимости от музыки по битам она по-разному работает но среди вечеринка хип-хоп будешь и для кого . кафе полуночный город все дела только блеск цветовая тема с этой мультимедиа тоже все окей пытался подключить правда по беспроводному android не получилось у меня а я чё целый литр вы поэтому работает корректно принципе через шнур android авто вот здесь вот есть даже беспроводная зарядочка и яндексе подключил яндекс нормально ведет то есть стандарта уже в принципе никого не удивляет это шоуара ваш кстати недельку назад пришел на дом не обнаружил шоу я подумал то что это как-то связано соотношению киргизстана с казахстаном нету сейчас появился так говорю есть подогрев двухрежимный очень круто что кнопочка здесь чаще всего мы здесь и ищем но часто бывает на премиальных . что она вот здесь время и вот это вот больше нравится на сидать под рукой хотя и вот когда залазил машину уже интуитивно такой здесь еще потом вспоминаю что да здесь так кстати не привык двухзональный климат-контроль довольно таки простой блок уже машины по свежее этой машине то все-таки поколение то но пару лет назад то вышло уже можно было бы поинтереснее ну машина просто вышла уже приличное время назад здесь у нас нормальная приборка без изысков 42 идет у нас мониторчик он и сейчас вот покажу может быть разные цвета быть нормальный комфорт и все окей по рулю приливы отличные по подогреву руля тоже вопросов нет насколько помню греет все полностью 2 и 4 от оборота от упора до упора река теперь даже электромотор переехал теперь у нас рулевого вала на речку это хорошо что у нас есть здесь отключение стабилизации блайн споты у нас есть слепые зоны давайте начинать двигаться фонарики у меня здесь тоже есть опа вот это тоже можно заменить как я всегда говорю клаксон должен быть четким сидение у нас кожаная сейчас наверно замер сделаем вообще очень удобно и маневрирование машина мне даже не нравится то что парктроники реагируют настолько заранее что я прям вот отрубаях потому что вот я чувствую что там еще вот столько она сразу начинает ли пилинговать и чуть-чуть это бесит машина маневренная максимально ух давай-ка из режима спорт идем и нам не нужен мы будем в нормале все делать посмотрим что у нас нашим драги телеметрия наша вот она собака салам сейчас мы проверим все ли у нас окей да кстати я же хотел сказать что рота не твой вот и шуров взял то на я шуров параллаж не твой и не мой не улазить сюда давай посмотрим может быть большой подлокотник сюда тоже не влазит собака о две собаки 5 дбм смотрите давайте подписка лайк увидимся автоматический режим вверх и вниз у стеклоподъемника есть только у тебя и у меня сзади этого нету так вообще начиная 9 300 это в принципе ну конечно космос цены и машин часто нету но 9 300 еще получается это двадцатка двадцать с чем-то тысяч за 1.6 на автомате на галогенном свете ну с нашими ценами то сейчас как бы действительно так вы правы ребят говорите что кэша бред тесте тачки потому что не стоит дорого бред тесте тачки потому что их тупо нет ну к лучшему все я надеюсь что появится чешу теперь из автожурналистики что ли уходить так она ради она не показывает почему-то моё движение давай-ка перегружу и что-то вот она не показывает что мы двигаемся километр в час или два километра в час сейчас по-быстрому ребята так шеф проезжай 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 от души о все один километр а вот вот спутники нашла качает сейчас мы соточку сделаем потом замерим шум и я скажу то что 17 колеса это не лучший выбор для соло потому что чуть-чуть он рисковаться на таких острых неровностях люки и прочим чего с трафиком что на копчага все поехали купаться так встаем на исходную на исходную встали скорость показывает нам 0 это газ пол а это была легкая пробуксовочка которую между прочим быстро и спи погасила но извините все что требовалось доказать 1059 помнится что где-то мы рядышком сейчас не буду доставать спеки где-то если наврала то там меньше секунды что в принципе окей и так сейчас мы замерим шум мне не нравится вот это тихие шины это премиальные немецкие шины continental последнее поколение фрикционная модель 0 или липучка как вам больше нравится давай-ка сейчас проедем вот этот участок знаете вот после компаса идет участок на котором часто люди вот мы когда едем там двумя тачками тест-драйв проводим съемки ну и прошу там наших коллег и сесть за руль и пару раз было мы едем не парадцы говорят ромыч ромыч срочно тормозил на коврюх ехали тогда я еду на 35 за мной 2 и 5 и жандос привет срочно тормозил колесо прорвало а это здесь профиль такой просто вот километр два проезжаешь это слышно будет и постоянно здесь мы называем как-то у нас даже это трасса где по промежуток трассы где короче взрывает колеса давай сейчас это проедем много слухов я еще помню вот первое поколение до когда появилась и вот на стыке первого второго поколения там 13 год примерно много ходила слухов домыслов автожурналистов разных всех стран мира о том что ну сделайте soul полноприводным пожалуйста сделайте soul полноприводным ну вот вставьте ему кардан и муфту и пусть он будет на двухлитровой версии полноприводным не сделали и здесь как бы я так понимаю что наверное и смысла особого не было потому что ну чё слушай у киев даже в казахстане в других странах линейка бывает еще и поширики есть тебе из селтас есть тебе из портедж ну куда вот тебе еще soul вот полноприводный чтоб он сколько стоил вот сейчас если стоит 1 700 сколько он будет стоить 13 что ли это уже наверное было бы дороговато но вот я говорю на дачу смотался у меня дачи там 1500 на дурне море мне там говорят на цепях катайся я такой да ладно свежий снежок выпал чего за цепь есть ненормально кое-где подбуксовался там даже пост делал виду что передние колеса такие в снегу все задние нет но с разгончика заехал поэтому мне хватает как бы но повторюсь это имиджевая тачка для человека наверное до 30 максим 35 лет которые на стиле которые вот модные очки кроссы вот что-то такое да постоянно там на тренде музыки в духе в восьмой миле по гаджетам вот эти все дела да можно было бы взять ему такую тачку или ей потому что девчатам это тоже исключительно подходит ну что там расцветок и куча им тачка прикольный по виду и крышу можно такую секую поэтому здесь как семейная сумка это автомобиль наверное не очень подойдет особенно если у вас есть ребенок или дети и вам надо коляску таскать для коляски там только по моему коляску если засуешь багажник то все может сразу дверью хлопать ничего туда больше не поместить если она вообще влезет в дачу хотя багажник проем стал шире вот в этом поколении так что давайте разгонимся теперь скажем расскажем насколько врет блин надо заднюю туманку выключить как колхозник веду себя сорян пацаны пару люк стать регулировки отменные извините что делаем это в движении просто забыл об этом сказать так нажимаем просто кнопочку круиза set еще раз кнопочку круиза сет так теперь давайте поднимаемся 92 блин они тоже нажимают поднимем до 104 я думаю то что 104 как раз по спутникам и будет соточка откроем драги давай разгоняйся да его давай давай не сари там на целых шесть километров получится вау все мере так выключен 66 половины вы знаете мы кстати попали читал презентацию 67 было на скорости пол децибелом и каким-то образом за счет может быть шин не знаю тихие шины контик у меня такой же контик стоит базаров нет шина не знаю но показатель конечно ну скажем так массовый да не так тихо как 62 в автомобилях подороже ну и не барабан как бывает у нас и под 70 по моему не помнишь с марку посмотрите у нас в описании по разгонной динамики ой не нравится как он звучит но она едет нормас ну вот более-менее нормальный разгон на обгонах удобно идем уже 145 по факту 138 управляется я сказал четенько по тормозам вопросов нету вот я какую-то машину брал прошлый раз это по моему шевроле trailblazer был паркетник нерамны новые и там был вопрос по тормозам вот прям давить приходилось прям в городе бы нога уставала здесь вообще вот сел тачка просто хорошо настроена и вот не смотря на то что сейчас зима ну правда асфальт да еду очень комфортно и руль вот лежит все правильно и сиденья отрегулированы правильно здесь вопросов нет было бы еще клёво чтобы подлоконтик центрального кстати мягкий довольно мягкий регулировался бы не регулируется да и на как бы хрест не не особо понимал эту трапецию видную форму зеркала зачем но она при этом не мешает мне обзору потому что не режет она она и так у меня по максимальным видит за за так скажем заднее окно заднее окно стало кстати чуток шире дворник вот отмывает шеф что ты быстро хочешь поехать да давай я тебе уступлю братуха на же все быстро хотят там знак 40 вот сейчас кстати мне в неровность такую мы заехали собираю такую остренькую и здесь хочется 17 колеса 18 то есть вот хочется поменьше чуть-чуть профиль повыше чуть-чуть покомфортнее вот на колейке по энергоемкости вопросов к машине тоже нету главное чтобы не было резких каких-то перепадов у меня там есть дачная кольяда где вот такие вот волны на ней прям более-менее 30 по-моему я пронес и все отработало нигде ничего не не стукнуло болезненно поэтому по подвеске из тоже окей клиренс на полу 180 это заявлены ну по факту там спереди сзади там считал там было там далеко за 200 поэтому здесь нормас подвески тоже много всяких пересмотрели решение ну правда оставили заднюю скручивающую весь оболку здесь независимой подвески нет и любой комплектации можете не искать и просто не существует что еще стоит сказать главное что он модник реально люди оборачиваются вот на этот красный свет я даже специально одел новогодний такой этот худи в цвет тачки и люди оборачиваются очень прикольно она такая она модник вот багажник побольше хотите рейлинги наверх и ставайте дачниками но это тачками для вас что это реально типа студенту или там преуспевающего молодому человеку молодой девушки это был dbm следующая тачка не знаю по моему subaru xv мы хотим взять или дамасик у нас с дамасиком мы тоже хотим груза пассажирский взять не знаю посмотрим как что получится сейчас пока пока запилим это давайте ребят подписывайтесь потому что контент вроде нормальный но блин без подписки лайкосов комментариев комментируем на самом деле вот ништяк общаемся много нужной информации я в сообществе стараюсь там запилить что-то какую-то фоточку очередная будет новая рубрика по фоточкам в сообществе это сколько стоит оригинал или почем оригинал вот оригинальная фара за сколько на фар стоит передняя диодная топовая стоит 700 11000 насколько или 709 или 711 я узнал доставка 5 недель фуф дороговатый сообществе буду постить фоточку типа бамбера там или там фары переднего крыла ну чё чаще всего при такой мелкой аварии приходит негодность чтобы мы поднимали сколько стоит сколько стоит и чтобы все понимали что проще каска взять нафиг и не мучиться потому что ну реально фара ну прикинь просто задену тебя она там треснет все 800 косарей жесть давайте на связи подписка лайк алгоритма ютюба когда увидит это все мы станем большим каналом а большой канал это много всяких разных рубрик туристических и за рубежом везде по всей земле по воде и воздухе пока дбм возвращается в город алматы мы поселки бай серки